на календаре май а это означает что у наших дачников полно забот садоводы думают о саженцах и прививках огородники о рассаде и грядке но чаще всего приходится думать обо всем и сразу вот когда искренне жалеешь что у тебя всего пара рук здравствуйте с вами александра венченко и программа сады и огороды приморья начнем мы сегодня с темы прививок делать прививки можно до тех пор пока не распустятся почки на привое если ваши черенки хранятся в прохладном месте делать это можно до конца мая мастер-класс по прививкам проведет садовод из снт прометей алексей герасименко будем разбираться как перепривить ветки большого диаметра бывает что подвой намного толще привое от это мы сейчас сделаем следующий вот посмотрим где ровненько также это отпиливаем все это зачищаем обязательный прием обязательно и берете вот такой нож может любой острый нож и вот этот край спила зачищаем вовнутрь именно вовнутрь не от центра вот так вот туда потому что вы также заберете кору вот это должно быть все ровненькое все так ладненько также расщепляем чем хороший этот еще способ тут можно веточку брать любого диаметра и вот сейчас я возьму и тоненькую толстую то что не всегда бывает что нашел дам где-то дали веточку она чтобы подходила идеально с подвоем так же делаем клину шик вставляем это для чего делается надо на больших диаметрах делать более толстый ствол то мы делаем две прививки вот и для того чтобы у вас была рука потому что вот так вот допустим ну ладно там кто-то углу навыки есть вот так вот и все равно неудобно ставить вторую поэтому делается вот такой клину шик вот вы его сюда убиваете все у вас рука свободная поэтому так берете вставляете у вас не будет задира коры на по двое вот и потом потихонечку вытаскивать этот плюшек все все зажало вот потом чуть подправили и опять же пальчиком берете а вот тут вылезла вот тут нужно чуть-чуть подправить сразу вы сразу почувствуете пальцем что у вас что-то не то все все вот ровно идеально также берете глину немножко взял чем больше на балдашник тем лучше вот и так же глиной все это заделали когда у вас пойдут опять две прививки вот это я надеюсь что они у вас пойдут что у вас все будет хорошо с прививками вот то вот эти почки которые пойдут вовнутрь вы их выломаете эти побеги выпустите только отсюда и отсюда в конечном итоге когда вот это разрастается вот допустимо два дерева то я потом делаю так вот здесь разрез и вот здесь тоже весной и вот так соединяю и чем-то можно зафиксировать веревочкой или чем получается они срослись срослись и вот как бы одно целое дерево то есть и сливы даже заплодоносит на следующий год но опять же опять же тут какой момент не надо давать отрастать дереву хвостом как многие там радуются у меня отросла полтора метра там это 78 сантиметров не надо вот от раз черенок 40 сантиметров это вот как бы такая норма прищипка вот это вот такое дала прищипочка вот и она будет закладывать все точные почки на вот этих листы не нужны потому что отросла полтора метра пришла весна ночи еще вот мышцы клуб обрежали и смысл в год теряем а так вот дерево надо работать в течение лета и она уже заплодоносит то что если посадить однолетний саженец это там 45 лет это точно тот год-два и все так что старые деревья не выкопчевайте прививайте вы смотрите телеверсию журнала сады и огороды приморья и я хочу напомнить что в апрельском номере есть очень подробная инструкция по обработке сада от болезней и вредителей если у вас нет этого номера журнала ищите его в садовых магазинах или по адресу народный проспект 13 что для садоводов мая самое главное конечно рассада а среди рассады рассада помидоров и конечно нужно знать в какие сроки ее посадить и что делать если томатов оказалось мало или они по какой-то причине пропали грунт высаживаем не позднее 25 мая то есть 20 25 вот позднее даже вот казалось бы там недели 10 дней большая разница большая в это помидорах есть еще одна помидорная хитрость она пригодится если у вас получилось мало рассады или рассада пропала томаты очень живучие растения у меня весной была проблема с рассадой томатов у меня пропало почти 200 сортов вот я сделала так который успела высадить потом когда пасыночки выросли все мы знаем что такое пасыночки я их просто подошла чикнула секатором и вот тут рядышком воткнула в землю и у меня еще на огороде есть штук 20 тоже таких живот вырос вот такой кустик который уже начинает завязывать плоды начинает свистину его конечно надо подписать я подвижу вот он даже дает пасынки но я думаю что лишние пасынки надо будет убирать потому что не успеют вызреть все таки это не сам куст от всего лишь навсего пасынок не будем забывать что пасынок это часть взрослого растения а значит у него есть преимущество во времени перед поздно посеянным саженцем он быстрее начнет плодоносить после укоренения забег во времени получается неплохой если допустим у вас появился кустик какого-то резкого экзотического сорта можно вполне почекать пасынки укоренить их и будет прекрасный урожай единственное надо будет допустим метр выросла макушку прищипнуть чтобы дать вызреть остальным а следующий совет пригодится тем у кого слабая вытянувшаяся рассада томатов есть еще такая огородная хитрость называется метод терехиной кто-то называет китайским методом то есть состоит он в том что мы садим семена томатов немножко раньше например и в январе феврале через месяц полтора они у нас вытягиваются становятся большие когда появляются два-три настоящих вот таких листочка мы берем ножницы также в стаканчике аккуратненько под самый корешок чикаем их ставим воду укореняем и садим в обычный стаканчик и дальше все то же самое что с обычными томатами происходит мы его растим но этот метод дает нам ну во первых если у вас переросли томаты это тоже отлично можно так сделать и сам вкус становится пышнее крепче и урожайность у него ну процентов на 20 выше чем у обычного куста вот один из таких примеров обрезать помидор можно по-разному если хотите оставить нижнюю часть надо значит оставить два настоящих листика из пазух пойдут пасынки и будет вам опять еще один сорт томат мою кустик томата этот который вы отрезали еще один то есть так можно увеличить рассаду растение одинаково будут крепкие выносливые и если честно то покрепче чем вот просто выращенные следующий сюжет для начинающих виноградарей владимир цимбал расскажет о типичных ошибках новичков и о том какой виноград нужно выбрать для открытого грунта ранний ранних 90 100 дней и даже в открытом грунте можно садить юриан потом меня в этом году удивил ну как не удивило порадовал порадовал ромбик тоже 90 100 дней очень ранний и довольно таки хорошо отплодоносил в этом году я за хорошо вызрела а вот для открытого грунта какие бы вы сорта посоветовали я посоветовал бы юлиан и ромбик и аркадию можно посадить че еще водограй преображение виктор много сортов которые ну сорта сорта как надо смотреть у которых 90 120 дней максимум 125 срок созревания а их сортов очень 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 и сортов форм это просто пробовать владимир александрович а вот какие основные вот главные ошибки совершают начинающие виноградари что у них не так что не получается большой урожай винограда так самая первая ошибка самая большая ошибка это начинается делают весной во время открытия винограда открывает виноград откопали все лоза зелененькая винограда радуется а потом смотришь это лоза засыхает а засыхает почему корневая система еще не работает а вы уже открыли лозу винограда и она попросту высыхает надо сначала прогреть почву виноград пусть будет укрытый основное укрытие сняли но его надо укрыть виноград саму лозу и дать возможность прогреться корневой системе корням листики все это убрать чтоб корни грелись по возможности по возможности если есть он бочки с водой водой полить его чтобы быстрее отходила земля аж потом 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 это где-то в начале мая потом уже открывать лозу и смотреть лоза можно малозин несколько выпустит лоза заплакала капельки на молодых средствах заплакала это свободно можно открывать виноград если лоза это значит корневая система работает я себе по такому же самому принципу и в теплице открываю виноград основное укрытие снял самое первое убираю междурядья если есть заливая воды водой поливаю аж потом потом я начинаю уже открывать сами ряды когда виноград начинает плакать но еще такое то самый дотошный меня стоят термометры я замеряю температуру грунта у меня зимой температура грунта не опускается ниже ноля в теплице ниже ноля а уже начинаю сам виноград открывать когда температура грунта подымается 7 8 градусов вот здесь в междурядьях 78 градусов это уже южные сорта винограда азиаты европейцы они уже начинают сокодвижение если привит на альфу на альфу у альфы начинается сокодвижение при температуре где-то плюс 5 плюс 6 градусов уже да уже начинает корни работать а в европейцах в азиатских сортах у них намного позже где-то 8 9 градусов поэтому все-таки лучше привитой виноград да ну как сказать как сказать на альфу как у нас все прививают альфа не все принимает и как даже мешков наш арсеньевский виноградарь концу своей карьеры можно сказать вот уже я сделал вот эту большую глупость которую начал если наград прививать здесь попросту хватает небольшого укрытия от основного куста метр туда метр сюда просто-напросто утеплить этот участок земной здесь можно утеплить опилками можно утеплить сеном но весной раненько вот это все убрали чтобы грелась почва и будут прекрасно расти на собственных корнях все эти сорта мне понравился сорт я начинаю на него делать прививку теми сортами которые мне нравятся в этом году он не принял прививку на следующий год не принял другую прививку эту на третий год если он не прививайте ему выкорчевал все посадил что-нибудь другое ну садить садить уже рядом с взрослыми кустами молодняк уже сложновато я копаю с одной стороны котлован откопаю я с одной стороны шифер ставлю поглужа плоский с другой стороны что вот эти и пока это подбирать сил чтобы корни из других сортов не шли туда потому что виноград же он только унюхал под землей день покушать и он уже туда корешки пускает и надо как-то обманывать ну я стараюсь и перепрививать делать прививки потому что пять-семь лет корни это еще виноград молодой жалко корчевать ну из которой безоговорочно выкорчевал наши постоянные зрители и читатели знают что мы с большим удовольствием принимаем приглашение в гости куда ездим исключительно за положительным опытом и за идеями одну из таких идей мы посмотрели на участке оксаны демчатка в снт искра хозяйке участка удалось превратить опору для актинидий вместо отдыха со скамейкой и перголой получилась удобная мини-беседка я попросила мужа сделать перголу это наше одно из самых любимых мест потому что здесь пергола выполняет две функции опора для актинидий мы в ноябре и обрезали вот закрепить надо побеги которые обрезаны и тут место для отдыха да тут тени дает актинидия и мы здесь устанавливаем столик и очень хорошо пить чай под перголой скамеечка установлена чтобы здесь можно было и детям играть и чай попить и скрыться от зноя и побеседовать а если вы мечтаете о беседке убитой виноградом читайте апрельский номер журнала на 49 странице журнала председатель клуба винограды и дмитрий бодров рассказывает о специальной формировке винограда посаженного возле беседки а мы возвращаемся в снт искра на участок оксаны демченко которую мы попросили рассказать как она стрижет и размножает дёрен многие садоводы любят дёрен за неприхотливый нрав и декоративную листву кстати не все знают что побеги и стволы и дёрена могут иметь не только ярко-красный но и удивительный оливковый цвет как у дёрена флаверамия работаю в апреле у нас у дачников очень много и в декоративной части сада и в плодовой части сада ну руки дошли вот дёрен флаверамия обрезать санитарную сделать обрезку это вот то что сухое после обрезки серединный побег засыхает дает 22 новых побега вот мы их оставляем а сухой вырезаем вот здесь сухие побеги вырезаем которые не вызревшие молодые вот эти тоже засохшие удаляем и вот здесь в глубине куста осматриваем все засохшие побеги вырезаем и по-хорошему конечно же надо бы сделать под изгородь не закончила еще начала с нижних с нижних кустов чтобы это было изгородь если цель добиться хорошей изгороди они как солитер растения рассматривать тогда мы убираем где-то одну треть побегов и вровень делаем ну у меня эта часть живо изгородь закрывает зону отдыха от сарая баня рабочих построек вот этому дерену флаверамия ему семь лет по семь лет этим кустам я их покупала трехлетками и 4 четвертый год они уже здесь но пятилетние побеги старые побеги надо вырезать для сохранения красивой вот этой вот эффект эффекта оливковых веток старые побеги старше четырех пятилетние они во первых их очень любит щитовка повреждается ну и совсем даже если без вредителей то кора теряет свой яркий насыщенный цвет и если их убрать пойдут новые вот вот такие вот яркие побеги вот этот вот старый побег он потерял уже свою декоративность и его по хорошему надо вырезать и дать свободу вот этому новому плюс он еще прекрасно дает побеги от корня от ствола и молодые оливковые побеги будут радовать своим цветом жизнерадостным при обрезке если у вас цель размножить поделиться может быть выход захотите продолжить изгорать вы можете срезать побег вот и две-три пары почек воткнуть в почву если честно можете даже не готовить специальный грунт как положено то есть вермикулит или перлит торф перегной можете у меня даже был случай что я после обрезки собрала черенки чтобы разметить редки где посажена картошка и укоренился вот даже просто так видимо с осадками повезло и просто так может укорениться вообще дёрен укореняется очень легко это у меня дёрен корнус альба гаушалти варигат на с варигатной листвой и здесь я уже произвела вырезку старых побегов вот вот здесь вырезала вот здесь старый побег вот для того чтобы они давали вот такие молодые побеги с ярко-красной окраской ну вот этот вот эти два кандидата на удаление на следующий год сразу все удалять не надо максимум один стебель из трех можно резать не жалеет да да он в принципе хорошо прекрасно переносит обрезку вот да прекрасно омолаживается вот здесь еще вид один дерен golden white gold простите white gold тоже варигатный почему я их посадила вместе потому что у них варигатная листва чтобы комбинировался с гаушалти здесь он у нас на солнце сидит и поэтому подгорает вот эти черные полосы на побегах это небо не заболевание это с южной стороны как видите северной нет это подгорают молодые побеги вот надо не очень страшно да это не страшно принципе он будет постарше будет так меньше подгорать он здесь всего второй год все дёрины очень легко укореняется если вам нужен посадочный материал хотите его размножить вы можете низко направленную ветку прикопать как я сделала это в прошлом году в этом году поливать время от времени этот побег подвязать к палочке чтобы он был направлен вертикально и поливать а в этом году уже можно отделить от материнского растения наша программа подошла к концу надеемся что к началу майских праздников вы успели собрать урожай редиски и первой зелени как всегда желаем вам хорошего урожая дружных сходов цветения плодовых культур следующий раз встречаемся в июне и пусть погода нас не подведет